Всем привет, друзья! Вы на канале SkyToFGames и это очередной выпуск новостей из мира TheIsleEvrim. Перед началом данного ролика хотелось бы выразить огромную благодарность всем нашим донатерам на канале за вашу финансовую помощь в развитии канала. Спасибо, друзья! В данном выпуске новостей мы поговорим с вами о трех вещах, которые уже на слуху любителей мира TheIsleEvrim. Собственно, нас об этом просветили разработчики игры в официальном дискорде. И я хочу вместе с вами немного разобраться. Итак, начнем, наверное, с самого главного, на мой взгляд. Это то, что стартовали наконец-то долгожданные закрытые стресс-тесты обновления 5, гнездования и скины. Являясь официально вместе со своей командой стресс-тестеров, заявляю однозначно, что данное обновление является грандиозной частью игры. Все, что нам показывали ранее и рассказывали разработчики, все полностью работает на 100%. Скины и Нест имеют много игровых функций. Да, конечно, до сих пор идут поиски каких-либо ошибок и багов в данном обновлении, но с уверенностью скажу, что они незначительные. И часть из них была ликвидирована и исправлена в самом начале старта закрытых тестов. На канале будут выходить стримы и гайды в дальнейшем, посвященные данному обновлению. Кстати, некоторые обзоры ролики уже вышли в свет. Так что прямо сейчас подпишись на канал, поставь колокольчик, ну и собственно следи за нашим каналом. Ну и хочется начать с самого первого. Давайте посмотрим ролик, который наглядно показывает нам, как будет в будущем работать система физики и веса. Данная система будет применяться к дверям и воротам. В данном видео вес объектов сильно будет преувеличен, чтобы было легче увидеть, как вес существа влияет на то, насколько быстро или легко они могут открывать, закрывать или перемещать объект. Немного на закуску. Рендер моделей от разработчиков Эврима, где Спинозавр и Дейна Зух готовятся к столкновению. Ну а если хочешь узнать больше о будущем игровом Спинозавре в Эврима, советую посмотреть предыдущий выпуск новостей. Взглянем на дорожную карту. Как мы знаем, что в будущем игры появится новый карликовый зауропод Магиарозавр. Где-то мы его уже разбирали в видео. Разработчик дал нам насладиться стоп-кадрами анимаций. Кстати, по информации разрабов, он будет способен есть пищу, недоступную для других травоядных. И это даст ему шанс проживать на карте даже в самых неблагополучных местах. Хотелось бы, чтобы вы оставили в комментариях ваши предположения, что будет входить в состав его питательной цепочки и, возможно, какие новые нутриенты. Ну а теперь, господа, приступим к самому значимому, на мой взгляд, это концепт-арт Шантунгазавра. Крупного игрового гадрозавра позднего мелового периода. Этот травоядный был достаточно большим динозавром своего времени. Весом 18 тонн, длиною больше 16 метров и ростом 5 метров. Был близким родственником Эдмонтазавра. Что о нем мы знаем по версии игры Legacy? Это то, что Шантунгазавр до сих пор остается сильным травоядным в игре, который с легкостью может дать вызов и отпор Апекс хищникам. Его модель не часто переделывалась, но в Эврима мы также получим сильного травоядного, но уже переработанного со стороны механик и визуализации. Давайте приступим к анализу. Насколько мы видим, как Шанта прижимает к земле могучего алазавра. Можно с точностью сказать, что он будет тяжелым и сильным противником. Хищников. Еще одна способность Шанты, скорее всего, как видно на концепте, сбить противника сначала с ног разбегом, а затем новой механикой топтания добивать противника, ломая ему кости. Шантунгазавр сможет с легкостью уживаться с другими травоядными, сбившись в стадо. Хочу отметить самое главное. Появится новая возможность больших травоядных. Это поедание листвы из деревьев. Новый рацион питания. Также Шанты с легкостью будет поедать траву на лугах острова. Довольно странный момент концепта, но мне так и не удалось до конца понять. Обратите внимание. Шантунгазавр отбивается от стада галимимусов. Мое первое предположение, что галики будут всеядными и в их рацион будут входить питательные вещества яиц любого вида динозавров. Конечно, гнезда Шанты здесь не видно. И, возможно, галии нацелились на гнездо. Пишите предположения в комментариях. Буду рад их все почитать. Стая ют нацелена на недавно родившегося детеныша Шанты. Явно значит, что детеныши Шанты будут слабы до возраста между джувом и сабом. Да и выкормиться хищникам проще, съев детенышей любого вида динозавров. Мы это проходили с вами на стримах. Ну и последнее. Сражение двух могучих гадрозавров. Явно здесь идет битва за те самые гнездовые локации на карте, где гнезда строить проще и быстрее и где оно развивается лучше, давая бафы и лучшее потомство. На стресс-тестах мы это уже видели. Ну а на этом я закончу свой выпуск новостей. Надеюсь, что он был достаточно информативным. И ты прямо сейчас поставишь пальчик вверх. Обязательно подпишешься на канал. Нажмешь колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео, стримы и новости по The Isle. Также буду рад, если ты вступишь в нашу группу ВКонтакте и в наш Дискорд. А также подпишешься на канал Яндекс Дзен. Все ссылки в описании. Ну что же, всем хорошего выживания в Isle Эврима. Пока!